И сегодня мы с вами продолжаем цикл проповедей, большие уроки от самых маленьких. И мы с вами в прошлый раз говорили о муравьях, о языке муравьев говорили. И сегодня давайте посмотрим на еще одних маленьких насекомых, которые вообще считаются, как бы это назвать, среди насекомых они вершина творения, наверное. Вот так я бы их назвал. Человек среди насекомых. Вот так вот. Внимание на экран. Поставим где-нибудь невдалеке от Улья чашечку с сиропом. И подождем. Ну вот, ждать совсем и не пришлось. Корм уже обнаружен. Пометим разведчицу. Когда пчела кормится, с ней можно проделывать что угодно. Ну, заодно и эту. Поспешим за ними. Чуть-чуть опоздали. Одна уже танцует. Круг направо. Круг налево. В переводе этот танец означает Обнаружен корм совсем рядом с Ульем. А эта разведчица получила свою серебряную метку В двухстах метрах от Улья. И в танце прибавилось новое па. Виляние брюшка. Теперь пометим пчелу на кормушке в километре от Улья. Трепетаний стало больше. Это особенно хорошо видно в танце пчелы, пролетевшей два километра. Следовательно, чем больше расстояние до корма, тем больше трепетаний. Эксперименты доказали. Одно виляние на пчелином языке означает Надо пролететь около 60 метров. Но какой прок знать расстояние, но не знать, куда лететь? Не на все же четыре стороны. Смотри, куда обращена голова пчелы во время трепетания. Это утром. Через два часа. Еще через два. В полдень. На протяжении дня пчела показывает все новые и новые направления. Это уже вечером. Но ведь кормушка-то стоит на месте. А солнце движется. Это и отражено в танце. Угол между вертикалью и линией пробега танцовщицы говорит пчелам, под каким углом к солнцу им надо вылететь из улья за взятком. Если в прошлое воскресенье мы с вами говорили о языке муравьев, и язык муравьев это что был? Запахи были, да? То сегодня мы с вами будем говорить о языке пчел. И очень интересно, что основной язык пчел это язык движений. И вы видите, что когда пчела-разведчик где-то находит пищу, какие-то вкусняшечки, она летит в улей и начинает двигаться. И ее движения говорят о том, что она нашла что-то вкусное. И она двигается, но не просто двигается, а она своими движениями, видели в этом фильме, прежде всего говорит, как далеко находится найденная ей вкусняшка от улья. И видите, если близко, она просто делает движения такие, да? Если там 60 метров уже и больше, там 200 метров, она уже так вот, вот уже двигается, типа надо постараться, это не близко, да? Когда за километры она вообще вся вот в таком находится движении. Но они не просто показывают дистанцию от улья до найденных вкусностей, они еще показывают направление, причем не просто направление, а направление в зависимости от суток, утром. То есть как бы там, когда солнце в определенном месте, они там двигаются в определенном направлении, потом когда днем, то в другом, то есть в зависимости от солнца, угол. И пчелы их понимают. Они понимают, куда лететь, и понимают, сколько лететь. Вы знаете, мы часто сами того не подозреваем. Конечно же, для нас мы с вами не пчелы. У нас в основном язык коммуникации, да, это язык словесный, вербальный. Однако ученые, психологи говорят, что очень часто мы считываем информацию друг от друга не столько по словам, сколько по нашим каким-то движениям. И есть вещи, которые, я думаю, многим известны. Вот когда, например, человек общается с вами, а вот у него так вот все время руки, вот так вот, и еще так вот ноги, если он сидит. Что это означает? Ну, это закрытость означает, да. Он как бы дистанцируется от вас. То есть он ведет общение, но несколько дистанцируется от вас. Вот. А если вот человек, например, слышит, и вот у него так вот все время вот, он говорит, вот так вот, вот так вот, как ты на проповеди иногда. Что это означает? А? Это означает скуку. Это означает просто скуку. А когда люди, вот они, вот даже бывают на сцене, так руки в карманы держат. Да, правильно. Это означает некое нервное напряжение. И человек как бы пытается показать, что а нам все равно, но на самом деле он нервничает. И если вы замечаете, иногда, особенно братья, которых мы просим в первые разы выйти на сцену и там призвать либо к пожертвованию, либо помолиться за нужды, и у них нет большого опыта, они выходят на сцену, и руки начинают в карман держать. Замечание такое бывает в карман? Почему? Нервничает, да? Вот. И нам докажут, что что-то, то руки в брюке, да? Что это такое за вальяжность? На самом деле это некое напряжение нервное, в чем-то даже неуверенность, потому что это приходится делать в первый раз. И человек вот таким образом, своими жестами, он может выглядеть, как бы говорить так, как-то вот громко даже, вроде бы уверенно, но напряжение выдается через его жесты. И вообще, вы знаете, язык нашего тела, язык движений, он часто используется даже сегодня. Я говорю, несмотря на то, что вроде бы немало есть всяких вербальных вещей, потому что язык тела, он чаще намного более быстрый, более оперативный. Вот когда тебе нужно что-то вот, нет времени объяснять, но нужно что-то передать, ты часто используешь жесты. Поэтому, я думаю, когда вы были там на концертах оркестра, или там наш хор выступает, там дирижер находится, да? И дирижер, он как руководит оркестром? Жестами. Потому что нет времени объяснять. Так, сейчас все внимание, тут уже надо. А вот и уже. Ну я не знаю, есть же дирижеров. Ну так, и пошло. А если бы он говорил, так, сейчас скрипки по барабану ударьте, это было бы невозможно. То есть только жестами можно оперативно как-то вот направлять, руководить, и что-то сообщать музыкантам. Точно так же, когда бывает на перекрестках ломаются светофоры, и появляются регулировщики, то вы заметили, что у регулировщика, у них не рупор, который не говорит, так, все в него, они в машину поехали, нет, у них жезл. Потому что пока ты начнешь там кому-то объяснять, кому ехать, кому стоять, это будет очень долго. Тут он поднимает палку, внимание там, там эти ехать, эти стоять. То есть вот видите, жесты, да, они очень популярны, очень много используются, и мы видим это и в истории, язык жестов, язык движений, когда в том же самом римском Колизее были бои гладиаторов, и в конце поединков, когда кого-то побеждали, и был вопрос в живых оставлять или добивать, то люди показывали, да, палец, либо вверх, либо вниз, вот тоже как бы говорили языками жестов. Это было очень популярно, мы видим в Библии точно так же, помните, когда царь Артаксеркс, у него было такое правило, что все оказавшиеся во внутреннем дворе, если царь показывал на них своим золотым скипетром, то они были живы. А если человек без того, чтобы пригласили, оказывался в комнатах царя, и царь не показывал на него жезлом своим, золотым скипетром, то была смерть. И вот, драгоценные, что же для нас означает движение в нашей духовной жизни, в духовном мире? И давайте вначале откроем книгу Исход, книгу Исход 13 главу. И поговорим с вами прежде всего о движениях Божьих. И вот смотрите, здесь, когда рассказывается о выходе израильского народа из Египта, мы видим 21 стих, 13 глава книги Исход. Господь же шел перед ними. Вот часто мы видим, там Господь шел, там Господь что-то сделал, как это было. Мы знаем, что Бога не видел никто никогда. Но Бог часто показывает нам что-то именно через движение. И смотрите, Господь шел перед ними, как в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем, и столб огненный ночью от лица народа. И видите, Бог вел свой народ через то, что люди видели, движение столба. Когда столб двигался, значит, они понимали, им точно так же нужно вставать и всем идти. И этот народ примерно около трех миллионов было, там 600 тысяч только мужчин было. Они вставали и шли. Когда столб останавливался, это означало, что нужно разбивать стан, ставить палатки и ждать. И вот смотрите, через это движение мы видим, а ведь образ Ветхого Завета является некими прообразами для нашей духовной жизни. я очень надеюсь, что придя сюда, мы приходим сюда в церковь с разными мотивами, и немало людей, которые приходят сюда с проблемой, им просто нужно решение их проблемы, ответы на их вопрос, и они, может быть, уже пробовали сделать все, обращались к разным людям, но ответа нет. И вот у людей последняя надежда, надежда на Господа, и мы приходим сюда, и мы знаем, что Бог, он отвечающий Бог, Бог скорый помощник в бегах. Но получается, когда часто наша проблема решена, на наш вопрос получен ответ, люди порой не видят смысла дальше регулярно посещать церковь. Но все же вроде нормально, хотя в действительности очень важно, чтобы наше внимание переключилось с нас самих, с наших проблем на Бога. Вы знаете, жизнь вот в своих проблемах, она настолько, мне кажется, скучная, настолько приземленная. Мы можем бесконечно решать проблемы, мы можем бесконечно решать свои сложности, потому что с каждым новым днем новые проблемы, новые сложности. Но когда вот мы подумаем, посмотрим на нашу жизнь с точки зрения вечности, вот представь себе, вот ты появился здесь непонятно откуда, какое-то время ты тут промелькнул на этой земле и непонятно куда уходишь, когда тебя зарывают в землю. И, конечно, можно вот этот короткий миг, когда ты неизвестно откуда появился и неизвестно куда идешь, можно в этот короткий миг всю жизнь решать свои маленькие проблемы, которые еще короче, чем твоя жизнь. А можно подумать, а откуда я пришел? А куда я иду? А зачем я здесь? И вообще, кто я такой? Когда ты начинаешь задаваться этими проблемами, этими вопросами точнее, ты начинаешь думать о вечности, начинаешь думать о Господе, и тебе жажда не просто решить свои маленькие проблемы в своей маленькой коротенькой земной жизни, а осознать вообще, что такое вообще жизнь, кто такой я, кто такой Господь, вообще есть ли Он, а если есть какой, какой Он. И мы, конечно же, хотим быть в связи, в единстве, в контакте, с великим и всемогущим Господом. И мы видим в Священном Писании, если ты желаешь быть в контакте с Богом, ты должен двигаться, потому что Господь движется Сам. Мы видим, Иисус Христос, Он не сидел на одном месте, Он был в постоянном движении, Он шел из села в село, из города в город, и тем, кто хотел быть Его учеником, Иисус говорил, следуй за Мной. И они следовали за Иисусом. Сегодня точно так же апостол Павел говорит в отношении нас, верующих, все мы, все движимые Духом Божьим, направляемые Духом Божьим, ведомые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. То есть осознать Бога, познавать Бога можно только осознавая Его движение и двигаясь вместе с Ним. И хотя сегодня у нас в жизни нет вот этого, как в израильском народе, этого видимого огненного столпа ночью и облачного столпа днем, но Бог точно так же незримо находится здесь, и Он не изменился, Он точно так же своим Духом находится в постоянном движении. Если ты желаешь познавать Его, ты должен познавать вечность, ощущать Его, пребывать в Его присутствии, тебе необходимо синхронизироваться с Ним и двигаться с Ним, и ты будешь словно слышать тот язык движений, который идет от Господа, и сами наши движения точно так же это будут благословения друг для друга. Я вам покажу это еще на одном примере Ветхого Завета, это известная история, книга, давно ее не открывали, Иисуса Навина шестую главу, давайте откроем. Иисус Навин шестая глава, наверное, одна из самых ярких историй Ветхого Завета, когда израильский народ вошел в обетованную землю, вы знаете, что обетованная земля, это не была пустая квартира, там кто-то находился, и они не собирались оттуда выезжать из-за того, что такие хорошие дети Божьи пришли. И самый, наверное, укрепленный, самый сильный город, это был Ерихон, его было труднее всего взять. И вот, посмотрите, шестая глава, первый стих, Ерихон заперся и был заперт от страха сынов израилевых, никто не выходил из него и никто не входил. Вы знаете, точно так же бывает в нашей жизни, вот мы сталкиваемся с чем-то сложным, какие-то большие проблемы, что-то закрыто для нас. Как нам быть? Как нам решать эти проблемы? И вот посмотрите, опять-таки, вот некий прообраз, который Бог нам рисует в Ветхом Завете. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки Твои Ерихон и царя его, находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все способные к войне и обходите город однажды в день и это делайте шесть дней». Вот четвертый стих, обратите особое внимание на него. «И семь священников пусть несут семь труп юбилейных перед ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз и священники пусть рубят трубами». Когда затрубит юбилейный рок, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом и стена города обрушится до своего основания и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. И знаете, в чем-то здесь Бог показал нам секрет победы, как преодолевать трудности, как решать очень запутанные сложные ситуации. И вот мы видим, в чем же секрет, смотрите, вот секрет победы. Я выживу три основных компонента. Смотрите, здесь должно быть правильное время, правильные люди и правильное действие. То есть, вот, когда мы делаем то, что нужно именно сейчас, Бог сказал, а в седьмой день, не в пятый, не в третий, когда мы, бывает, опережаем или, наоборот, запаздываем, мы не имеем большой эффективности, нужно все делать в свое время, чувствовать времена. Времена меняются, как наш известный поэт, времена не избирают, в них живут и умирают. Времена разные, времена меняются. Часто люди застревают в каком-то времени, и они делают то, что, возможно, было хорошо когда-то, но не сегодня. Потому что, если бы они то же самое сделали в восьмой день, ну, все, это нужно было делать не в восьмой, не в девятый, не в пятый, это нужно было делать именно в седьмой день. И проблема в том, что мы с вами инертны очень, время идет, а мы, бывает, остаемся в прошлом. Не случайно я говорю, что вот эта старость, как, я думаю, многим из вас известно, это не столько возраст наш, старость это больше, когда для тебя прошлое интереснее настоящего. Вот, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, а вот когда-то. Я, конечно, понимаю, да, это прекрасно, молодость, и за молодость даже Советский Союз нам кажется чудесной милой страной, хотя это была ужасная страна в действительности. И вот когда мы, время проходит, а мы где-то остаемся в прошлом с вами, там в 90-х годах, а вот Виктор, вот помнишь, когда было? Я часто говорю, я помню все, и это все было здорово для того времени, но когда я вижу сегодня, часто люди копируют прошлое в настоящем, и то, что когда-то было благословением, сегодня это выглядит нелепо. Многое меняется, времена меняются, и очень важно осознавать вот время, правильное время, да, во-первых, правильное время, во-вторых, в это правильное время, правильное действие, соответствующее этому времени, да, и Бог сказал, в правильное время, а в седьмой день, что делаете? Обходите город семь раз. Вот, что Бог сказал. То есть, это должно быть семь раз. Что Бог нам говорит для этого времени, вот, для настоящего? Что мы ощущаем в нашей жизни, в нашей профессиональной деятельности, в нашем служении? вот, почему часто некоторые служения, в том числе в нашей церкви, да, они словно затормозились, когда-то благословеннейшие служения, потому что время изменилось, и мы не знаем, а что нужно делать вот именно в это время. И, как я говорил, мы пробуем делать то, что делали когда-то, но сегодня и так не работает уже, потому что это именно нужно для сегодняшнего дня. в шестой день они должны были обойти город один раз, а в седьмой семь. Разница. И третий компомент это правильные люди. Мы видели, что это были семь священников, да, у которых были семь трупов. То есть это не абы кто. Если бы какие-нибудь там язычники это же самое сделали, ничего бы не произошло. Бог призывает определенных людей в определенные времена для определенных дел. И поймите, эти люди это каждый из нас. Только важно узнать, что за время и что нам в это время нужно делать. И мы очень часто вот с этими вопросами приходим, да, и мы, может быть, молимся, и мы ожидаем, что какой-нибудь голос будет или еще что-то, а ничего не происходит. Потому что, поймите, вот часто язык, вот как мы видели, язык пчел, да, часто язык в духовном мире это язык движений, язык движений, как вот этот народ израильский, который обходил в седьмой день семь раз, и там шли семь священников семью трубами, и потом они вострубили, мы видели, как пали стены иерихона, и была совершена большая, большая победа. И, конечно же, я теперь хотел бы с вами поговорить практически, а что же это означает для нас конкретно. И первая книга про Липоменон, 28 глава, 9 стих. Вот такие напутственные слова, которые величайший царь Израиля Давид говорит народу. И в 9 стихе Давид говорит о своем сыне, наследнике, Соломоне. И вот что он говорит. Первая про Липоменон, 28 глава, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мысли. Если будешь искать его, ты найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». И вот вы знаете, одна из, я считаю, важнейших вещей, которые нам показывает Священное Писание и которую почему-то мы не осознаем, это мысль постоянно находится в каком-то движении. Мысль так устроена, она находится в постоянном движении. Мы часто не можем даже остановить это движение. Внутри мысли, мысли, мысли двигаются, но что мы можем сделать? Мы можем задать этому движению направление. Это словно как бы постоянный поток, но мы поток этот можем направить либо в одну сторону, либо в другую сторону. Мы часто его не можем остановить, но направить мы можем. И проблема христиан, мы не направляем свой поток мыслей. Вы знаете, даже люди в этом мире часто лучше понимают силу мысли. И на разных тренингах они говорят о силе мышления, мысль материально, они об этом говорят. Хотя в действительности, если вот все эти отцы-основатели всевозможных тренингов, коучингов, это часто были верующие люди, очень часто это были верующие отступники на самом деле. Которые знали Священное Писание и они брали какие-то духовные принципы, оставляя Бога в стороне. И вот много говорится вообще о мысли, о правильном мышлении, о позитивном мышлении, о благословенном мышлении. Верующие думают, ой, что такое позитивное мышление? А вот мне вот если плохо, а вот если мне какое тут позитивное мышление? Но в действительности, драгоценно, не нужно вот это критиковать, потому что Слово Божье говорит нам о правильном мышлении. Вот смотрите, Филиппийцев, 4 глава, 8 стих. Апостол Павел, обращаясь к верующим, говорит, «Братья мои, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Вот посмотрите, кто из вас желает, чтобы в его жизни была чистота, добродетель, слава, справедливость, справедливость. Вот хорошие вещи, хотите? Вот знаете, мы часто это хотим, но опять-таки, нам, верующим, нужно постоянно бороться с языческим, магическим пониманием. Язычники думают, хочешь, чтобы было хорошо, давай там идолу медом губы помашь, или мы попроси, что-то у Господа, и все будет хорошо. Бог говорит, да, я хочу, чтобы в твоей жизни было хорошо, но от тебя тоже что-то зависит. Поймите, Бог сделал так, что от нас тоже что-то зависит. Как? Направляй свои мысли в определенном направлении. И мысль, направленная тобой, поймите, она сама начинает работать. Это все равно, что вот ты утром встал, кто сегодня утром вставал? Надеюсь, все. Никого что-то не принесли, да, на носилках. Ты утром встал, пошел на кухню завтракать, надеюсь, как и пастор, покушал на завтрак, овсянку, кашу. Это же правильно, гречу тоже не грех. Вот, можно гречу, лишь бы не манку. Вот, манку дети пускай кушают. Вот, встал, ты взял себе кашу, да, направил ложку в рот. То есть, смотри, от тебя зависит, вот положим, ну вот, у нас сегодня было вот на выбор греча и овсянка. У нас просто шведский стол дома. Вот. И мне жена говорит, что будешь, гречу или овсянку? Я говорю, овсянку. Вот. И я могу выбирать, гречу или овсянку. Потом я овсянку помещаю в свой рот, и уже от меня не зависит, там как-то пошла работа, пошла работа, пошла работа, пошла работа. Понимаете, о чем я говорю? Ты можешь выбрать, чем напитаться, но когда это в тебя попадает, это уже часто, помимо твоей воли, там начинает уже сама работать как-то. Вот точно так же с мыслями происходит. Вы знаете, я много раз наблюдал в своей жизни такую вещь. Вот, например, вот готовлю я проповедь часто, вот готовлю я проповедь. Я бываю, делаю такую вещь, которая в моей жизни очень сильно работает, я знаю, что во многих жизнях работает. Я вот вечером начинаю думать о какой-то теме. Вот, например, посмотрел я ролик про пчел и думаю о движении. Но как из этого вывести духовные законы какие-то? Как это связать с какими-то местами священного писания? И у меня часто нет ответа, нет ясности. И все, что я делаю вечером, я какие-то места читаю в Библии, смотрю, размышляю, в интернете ищу примеры, там вбиваю язык движений, там или еще какого-то. И мне выдает интернет много всяких историй про движения, языки движений. И я там, я столько вчера вечером начитался об этом, вот, например, я узнал, что оказывается в Европе в 17-м и 18-м веках был, знаете что, язык веера. То есть, в великосветских кругах у дам и у кавалеров веер это был целый язык. И когда были всякие балы, встречи, то веерами выражали симпатию или антипатию, веерами говорили. Даже вот в книгах по этикету того времени целые главы были посвящены вееру. Глава называется язык веера. А в Лондоне в то время, я с удивлением, знаете, обнаружил, была целая академия. Она, знаете, как называлась? Я сейчас прочитаю точное название. Академия по обучению манерам пользования веером. О, целая, целая наука. И начиная с петровских времен, у нас даже в русском языке, ну, мы тоже часть Европы, да, было такое выражение махаться. Сегодня махаться, ну, мы уже в 20 веке прошли гулаг, прошли войну, махаться это вот, да, драться. В то время махаться, слово, означало кокетничать. Махаться, связанность с веером, да. И вот смотрите, я сижу вечером, читаю про язык веера, про язык движений, там всякие видео смотрю, где разные люди объясняют, вот если так человек, это вот так вот. Ну, я не приду же в церковь, не расскажу, знаете, вот если вот так вот человек закрытый, а веером махались, значит, кокетничали, аминь, и ушел домой, да. То есть вы скажете, пастор, интересно, но к чему было сие слово, да, вот, кто может слышать такое, и ушли все. Вот. И вот я набираю этого материала, но в действительности что происходит? В действительности происходит, я своим мыслям задаю определенное направление. Понимаете, о чем я говорю? Не имея ответа. И очень часто, когда я утром просыпаюсь, у меня внутри уже есть вещи, о которых я буду проповедовать. то есть я задал своему мышлению направление, лег спать, а мысль внутри продолжает двигаться в том направлении, которое я ему задал. и утром я просыпаюсь, и вдруг ясно становится. У вас, я думаю, тоже бывало так, когда вы о чем-то думали вечером, и вдруг утром просыпаетесь, и вдруг у вас как будто в голове ответы на те вопросы, о которых вы размышляли вчера вечером. Переживали подобные вещи? То есть вы словно задавали вашему мышлению вот это определенное направление. Милые мои, это работает в нашей жизни. Это очень просто. Ну, мы почему-то как-то пренебрегаем этими вещами. Если ты желаешь, чтобы в твоей жизни было больше похвалы, больше славы, больше добра, направляй в эту сторону свое мышление. Заметьте, весь мир, погрязший в грехе, делает все, чтобы наше мышление было направлено в негативную сторону. Потому что если ты не будешь направлять свои мысли, найдутся, святое место пустое не бывает, кто попробует залезть в твою голову и направить твои мысли. Это называется манипуляция. В течение 20 века, благодаря развитию психологии и прочих наук, очень хорошо изучили люди, как манипулировать сознанием масс, сознанием людей. Мы это видим и на примере гитлеровской Германии, когда буквально целая сторона, чуть ли с ума не сошла. Как? Ее мысли были направлены в определенное русло. И люди, в конце концов, даже не заметили, как для них стало естественно уничтожать в концлагерях миллионы других народов. Мышление. Куда мы направим свою мысль? И сегодня наши все эти часто средства массовой информации, телевидение. Почему я вам говорю, не смотрите телевидение, не отдавайте ваш разум. Там с той стороны сидят профессионалы, у которых есть определенные задания, как направить ваше мышление. Я, конечно, понимаю, что мышление будет так или иначе куда-то направлено, но лучше, чтобы священное писание направляло ваши мысли, чем греховные люди, владеющие средствами массовой информации. Понимаете меня? Направляйте это. Перед сном можно насмотреться новостей. И там, ой, все плохо, ой, все ужасно, ой, все кошмарно, ой, что творится, ой, что происходит, ой, все плохо, плохо, плохо. Вот вам в краткое содержание телевизионных программ. Потому что, ну, как-то наша плоть, греховная плоть, она склоняется к греховным вещам. И интересно, все вот такое негативное, все вот такое, а, а вон этот артист с тем переспал, а та жена, а этот муж, а те люди, а тот политик. И вот куча негатива, негатива, негатива. Вот такое ощущение, что цель современного телевидения не оставить ничего святого, ничего за кадром, все грязное белье вынести на сцену, все негативные вещи вынести на сцену, так, чтобы люди не просто стыдились этого и каялись за это, а люди выпячивали это, да я вот такой, а я вот такая, а мы вот такие. Вот что происходит. А ты сидишь, открыл свою голову и не понимаешь, а мне интересно, пастор, я просто, ну, посмотрю и спать лягу. Не-не-не-не-не. Твои мысли направляются в определенном направлении. Что гадко, что мерзко, что позор и клевета, «А, о том помышляете», говорят манипуляторы. Ты получил направление, поспал, утром просыпаешься, и, знаете, ощущение бывает, утром встаешь, вроде все нормально, новый день, а радости нет и жить не хочется. Бывает такое? Ты думаешь, ну, как так? Новый день. Вот я встал, вроде бы, ну, ничего такого плохого-то и нет. И вроде бы сегодня и не предвидится ничего плохого. А вот внутри такое какое-то состояние, вот что радости нет, нет желания этот день проживать как-то. И ты отстаешь с таким настроением, приходишь на работу в таком настроении, а там люди, которые те же передачи вечером посмотрели, в таком же настроении. И вы все собираетесь в этом плохом настроении и начинаете. А вот ты слышал, о, да, ужасно. А ты видел, о, кошмар. И тебе было плохо, а сейчас вообще ужасно. И у тебя все уже, все не то. И день не такой. И вот вроде бы потеплело, вот что потеплело, грязь на улицах. Лучше бы холодно было, хоть бы грязи не было, а как только теплеет, все тает грязь на улицах. Уже устал я от этой грязи. Похолодало? О, было вроде нормально, тепло, сейчас похолодало опять. Стою в пайто на остановке, мерзну. То есть, помните, все что-то не то у нас. Вот заметьте, все не то. И возникает вопрос, вот почему люди живут в одном и том же городе, и у них такое разное восприятие мира? Да потому что они направляют свое мышление по-разному. И Священное Писание говорит, послушайте, если вы сами не будете направлять свои мысли в то направление, движение, да, что, повторю еще раз, что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте. Вот если ты не направишь в эту сторону, найдутся те, кто направит. Скажешь, постер, а я не смотрел телевизор вечером, ничего, утром придешь, сотрудники тебя негативом напитают, они посмотрели. Негатив приходит к нам из этого мира со всех сторон, только успевай, а? Поэтому, если ты сам не будешь заниматься своими мыслями, вы знаете, я очень избирательный, потому что, я еще раз говорю, я выбираю, что положить в свою рот. Никого сегодня утром насильно не пихали? Мам, я не хочу кашу, каешь! Нет, мы сами избираем, но если мы съедим что-то несвежее, протухшее, отравленное, потом уже от нас не зависит, тебя будет мутить. Тебя будет мутить. Точно так же и мы. Пастор, меня что-то мутит, может помолиться за меня? Да толку за тебя молиться, я тебе сейчас за тебя помолюсь, ты вечером опять насмотришься дряни, начитаешься всякой ерунды, опять тебя мутить будет. Вы поймите, здесь дело в том, куда направишь ты свои мысли, куда направишь. И что интересно, знаете, наши мысли, вот это неверующие часто люди лучше понимают, на тренингах друг друга обучают. У нас в Слове Божьем написано, мы слышать не хотим это. Куда ты направляешь свои мысли, мысли, они словно начинают синхронизироваться с разными ситуациями и обстоятельствами нашей жизни. И они начинают эти ситуации и обстоятельства менять. Поэтому, когда ты думаешь, ну вот, так, вот, вот беда, я так и думал, что беда, вот она и случилась. Так потому она и случилась, что ты думал. Ну вот я так и знал, вот так и думал, меня обманут, вот меня обманули. Я бы все предвидел. Какой ты пророк оказался? Ты не понимаешь, ты не предвидел, ты это сам создал. Создал. Точно так же, как очень многие люди говорят, вот, да, когда я вам объясняю, вы поймите, вот эти бабки, колдуны, экстрасенсы, верующие думают, там дьявольские силы, да какие там силы дьявольские? Вы реально думаете, что там какие-то дьявольские силы? Там просто лжецы, которые хотят ваших денег, ничего там больше нет. Все это люди алчные, никаких там сил нету. О, дьявол действует через колдун. Какие, какой дьявол? Это просто алчные люди. Алчные люди, которые ничего не знают. Это вы, наверное, как-нибудь собрание сделаю на эту тему, расскажу вам все эти битвы экстрасенсов и прочее. Вот. Но не в этом дело сейчас. А в том, что мне говорят, Виктор, а как тогда, почему кое-что сбывается? Так сбывается потому, что ты принимаешь их билиберду. На веру. Направляешь свои мысли. В 28 лет со мной должно случиться что-то плохое. Все. Пошла мысль работать. В 28 лет случается что-то плохое. Права гадалка оказалась. Она оказалась не права. Это ты оказался не прав. Чему? Поверил ей. По вере вашей, сказано в Евангелии, да будет вам. Ты поверил. Ты принял. Ты принял, и ты начал так мыслить в этом направлении. Поэтому, драгоценные, Писание нас побуждает. Направляйте ваши мысли туда, куда ты хочешь. Вот что ты хочешь в своей жизни? Славу. Думай о том, что будет достославно. Хочешь свои мысли, чтобы больше добра было, благословений. Думай о том, что добро. Направляй свои мысли в эту сторону. И Бог, написано, Он видит что? Движение мысли. Так сказано. Бог видит. Мы читали в книге про Липоменон, да? Знает движение, движение мыслей. здесь находится. То есть я еще раз вам говорю, не ситуации, не обстоятельства, а именно наши мысли. Хотя нам кажется наоборот, плохое случается, поэтому у нас плохое настроение. Нет. Плохое случается, потому что мы изначально плохо настроены. Вот знаменитая история, я вам покажу. Иоанн 5 глава. Евангелие от Иоанна 5 глава. Смотрите. В купальне Вефезда, мы помним, были расслабленные, которые сидели, больные и сохшие, ожидали движения воды, да? И смотрите. 5 глава Иоанна 5 стих. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Вот смотрите. Сидит больной, 38 лет болен, ждет, когда возмутится вода, да? Ждет движение воды, как точно так же мы, когда изменятся обстоятельства, когда улучшится ситуация. То есть мы с вами ожидаем постоянно какого-то изменения во мне, во вне. Однажды мы проснемся утром, а по радио или по телевизору нам скажут, «А сегодня все продукты в нашей стране по одному рублю». Ты скажешь, «Наконец-то». То есть ты ждешь, когда все станет лучше. Когда ты пришел в магазин, вот у нас недалеко прямо здесь Мерседес-центр, прям собрание закончилось, бегом туда по рублю покупать. Кто бы, мне положите во все карманы на Мерседесов по рублю. Никогда это не изменится. То есть мы ждем, когда же лучше станет, когда же день веселый настанет. Вот точно так же мы как этот больной, да, у нас проблемы, а мы ждем изменения ситуации. Мы ждем, мы думаем, что все зависит от движения воды. А мы не понимаем, надо не за движением ситуации наблюдать, а за движением Христа. Бог явился туда. Никто его не заметил. Все смотрели на ситуацию. До Бога не было дела. Казалось бы, надо воду нам, вот изменится ситуация, жизнь изменится. Смотри, вот почему мы говорим в последнее время о познании Бога. Что происходит, когда мы молимся, в том числе, когда молитва созерцания происходит, мы словно создаем платформу для того, чтобы наблюдать за этим движением, движением Духа Божьего, движением Господа в нашей жизни. И когда мы начинаем видеть это движение, дальше, дальше, Бог говорит нам, встань, возьми постель твою и и ходи. Мы думаем, что все зависит от движения воды, от движения ситуации, а Бог нам говорит, ты начинаешь двигаться. Ты начинаешь двигаться. А что это означает? Своим движением ты словно, это язык, понимаете, вот как пчелы, они же понимают друг друга. Вселенная, она словно начинает понимать твое движение. Ты сообщаешь вокруг себя ситуациям, обстоятельствам, ты что-то сообщаешь через движение своей жизни. Поэтому это в принципе вот в этой истории показана духовная жизнь, когда все смотрят на мир, на новости, на ситуацию вокруг. Мы смотрим на движение Бога, чтобы самим начать двигаться. И тогда придет исцеление, выздоровление и благословение в нашей жизни. Но вместо этого многие верующие так и предпочитают сидеть, смотреть на ситуации, а поскольку они верующие, периодически просить Бога эти ситуации изменить. А Бог говорит, да я меняю тебя прежде всего, и с изменением тебя мир вокруг тебя изменится. ты скажешь, пастор, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. А во что мы тогда верим вообще? Во что мы верим? По щучьему велению, по моему хотенью. Мы верим в какую-то золотую рыбку Царства Божьего, щуку Царства Небесного, которая однажды будет нам делать все, что нам не нужно, что нам нужно, точнее. Но мы видим драгоценное, да, вот по этим сказкам и про Емелю с щукой, и про старика со старухой и золотой рыбкой. Вот эти рыбки и щуки, то есть вещи, которые вдруг начинают делать нам добро, в конечном итоге добра-то не приносят. И старуха оказалась в конце концов где? У разбитого корыта. Понимаете, важно очень в нашей жизни, чтобы мы менялись, Бог нас меняет, как? Когда мы видим Божье движение, внутри начинается другое движение, другое движение, мысли начинают по-другому двигаться, от нашего мышления наши поступки начинают двигаться, а мы смотрим вокруг, мы, понимаете, все ждем, а кто бы нам помог, кто бы нам что-то сделал, а ситуация бы изменилась, а еще что-то, хотя мы не понимаем все самое важное, все самое главное, оно не где-то там происходит, вот тут в тебе, вы понимаете, все тут внутри происходит, тебя, внутри тебя, и какое вот там движение, что ты говоришь своим внутренним движением, движением своих мыслей, движением своего внутреннего человека, ну и, конечно же, движением нашего духа, движением нашего сердца, смотрите, 2 Петра, 1 глава, 21 стих, апостол Петр пишет, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. когда мы с вами говорим о молитвенной жизни, я думаю, вы начинаете уже осознавать, что молитвенная жизнь, я очень надеюсь на это, она должна постепенно переходить из сферы попрошайничества, просьб, Господи, помилуй, Господи, дай, в сферу слияния и соединения с Господом. Большая часть христианства застряла здесь. Для них молитва помоги тетю Клаву, дядю Гришу, Степана Андреевича, благослови. И вот они живут в такой жизни. Но когда мы переходим вот из этого, потому что какие отношения, вот есть у меня друг, который приходит ко мне, только когда ему что-то от меня нужно. Это дружба? Вот точно так же и у нас. Когда я знаю, есть люди, которым только что-то от меня нужно, ой, как тяжело с ними общаться. Но когда люди приходят и они хотят быть едины с тобой, не только что-то брать у тебя, но быть во взаимоотношениях, это другой уровень. И это есть настоящая молитва. Соединяющаяся с Господом есть один дух с Богом. Когда мы в нашей молитве приходим пред Богом, мы склонно предстоим перед Ним, и наша главная задача, ой, Бог поменяет то, поменяет это. Да не, 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 подожди ты. Вы неужели думаете, что если что-то поменяется, вы станете более счастливыми? Это кажется. Что-то поменяется, казалось бы, в лучшую сторону. снова что-то будет для нас не так. Как писал в свое время Роберт Бернс, вот так вот человек устроен, он и в покое беспокоен, где нет печали и забот, он сам беду себе найдет. В любой беспечательной ситуации ты все равно найдешь себе беду, потому что у тебя запрограммировано здесь все на беду. Но когда ты приходишь пред Господом, говоришь, Господь, все, что я хочу, это слиться с тобой, соединиться с тобой. Ты словно предстоишь перед ним, вне всяких своих планов, целей. Боже, хочу слиться с тобой. Соединяешься, твое сердце, твой дух с Духом Божьим. И когда происходит соединение, ты начинаешь внутри себя ощущать движение, потому что Дух Божий находится в постоянном движении. И твой дух, твое сердце, синхронизируясь с Духом Божьим, начинают в том же движении, в том же танце, как видели, вот эти пчелы вокруг, они видят, как она движется. Для них это сигнал, информация. И они там начинают тоже вокруг нее двигаться так, да? Они получают информацию и потом летят из улья. Именно в правильном направлении и именно столько, сколько надо. Вот так и происходит в нашей жизни, соединяясь с Господом. Мы словно синхронизируемся с Ним, и потом вот эта синхронизация направляется в разные сферы нашей жизни, неся туда Божью силу, Божью волю, Божья благодать, и потом ты видишь, вау, жизнь твоя начинает меняться. Не потому, что там что-то изменилось, прежде всего у тебя внутри изменилось. О, Боже, мне нужна помощь, чтобы ситуация изменилась, не будет хорошо. Нет, тебе нужно внутренние изменения, тебе нужно самому начать двигаться, встань, возьми постель твою и ходи. И вот внутри начинается вот это движение наше. Мы синхронизируемся с Духом Святым. Жизнь начинает меняться, жизнь начинает наша преобразовываться. И не случайно апостол Павел называл верующих людей служителей, знаете как? Подвижники. Кто такие подвижники? Люди движущиеся. И еще у него в некоторых посланиях он называет служителей мои сподвижники. То есть люди, которые двигаются в служении вместе с Ним. И вот вопрос. Ты в каком направлении движешься? В каком направлении движутся твои мысли? В каком направлении движется твой внутренний человек? Ты следишь за этим? Не случайно нам Слово Божье говорит вникай в себя и в учение. Мы с вами отлично научились вникать в учение. В христианстве постоянно проходят конференции, семинары, обучающие тренинги. Мы учим друг друга, говорим. Мы так научились изучать Писание и на еврейском, и на греческом. Но порой это углубленное изучение Писания мало что меняет в нашей жизни, потому что первое мы должны вникать в себя. Что внутри у нас происходит? Какие мысли? Какое направление твоего внутреннего человека происходит? Куда ты движешься? И когда ты начинаешь вникать в себя, анализировать свое сердце, причем вникать в себя это не означает самокопание. Есть люди, которые постоянно самокопанием, самокопанием, или они еще любят говорить все время о себе. Вот есть целая огромная категория людей, о чем бы ты с ними ни говорил, они всегда все сводят только о себе, к себе. Я понимаю, дорогой, ты удивительный, уникальный, но что-то есть еще помимо тебя. Не нужно только о себе, да о себе, да о своем, да о своем, а вот у меня так, а в детстве было это, а тут то, а вот это обо мне. Открой глаза, расширь разум, посмотри, о, что происходит-то. И вот когда начинаешь внутри себя это замечать, то ты вдруг понимаешь то, что происходит в моей жизни, это неизбежный результат того, что происходит у меня внутри. И если я хочу изменения в жизни, я должен сообщить ситуациям, обстоятельствам что-то другое, как движением своих мыслей, движением своего сердца, движением своего внутреннего человека, движения, которое происходит, чтобы ты реально был подвижником Божьим, с подвижником святых. Когда ты движешься в этом направлении, ты вдруг видишь, вот я начинаю двигаться, и благословения приходят, ситуации меняются, обстоятельства меняются. И Бог, послушайте, Бог называет нас вы свет мира. Свет это ведь постоянное движение частиц, фотонов, постоянное движение, поток частиц. По сути, церковь это и есть этот поток света. Каждый из нас, вот этот частица, фотон, несущий в себе определенный заряд. И когда мы начинаем двигаться в Божьем направлении, куда Бог нас направляет, потому что мы чувствуем Его движение, мы чувствуем движение Духа Святого, и начинаем двигаться туда, куда Он желает, туда, куда Он хочет. И ты замечаешь, твоя жизнь начинает светить, твоя домашняя группа начинает светить. наша церковь начинает светить. Мы свет мира. Вы понимаете, движение нельзя остановить. Я помню, я на одном из собраний говорил, что это как хрусталик глаза. Когда закапывают лекарства, когда хрусталик останавливается, перестает двигаться, глаз слепнет, пока действия и лекарства не уходят. Потому что наш хрусталик, он постоянно на движении находится. Он постоянно сканирует, 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 постоянно движется. И мы с вами видим. Точно так же, поймите, если перестанет движение, ты умрешь. Пока ты живешь, ты двигаешься. Весь вопрос, куда ты движешься? Потому что наше движение это язык, что говорит твое сердце. что говорит твой разум? Что говорит твой внутренний человек? Это порой намного более существенно, чем то, что мы говорим нашими устами. Вот почему эти психологи говорят, человек может тебе говорить какие-то вещи, но если язык его тела вот такой, значит, он отстранен от тебя, даже если при этом он убеждает тебя в своей дружбе. Язык тела порой намного более существенный и правдивый. Точно так же мы можем прийти в церковь и говорить, Господь, я люблю тебя, ты все для меня, петь прекрасные псалмы, но намного более существенно, что говорит твое сердце. Поэтому, помните, в Новом Завете говорится, люди устами своими чтут меня, а сердцем далеки от меня. Нужна Богу такая хвала? Нет. Потому что Бог и говорит, поклоняющиеся мне поклоняются где? В духе, и в истине. Вот так. Даже если ты молчишь, я часто, знаете, славлю Бога, я сажусь перед Ним. В молчании часто вся внутренность поет, а можно петь, а внутри так быть далеко и думать только хорош, я хорош, я прекрасен, я велик, я прекрасен, я велик, и нет подобного мне. Хотя вроде бы ты поешь о нем, но вся твоя внутренность говорит только о тебе, о тебе, о тебе. Ну и в жизни происходит то, что происходит. А мы потом, Господь, я тебе пою, я тебе славлю, я на собрание хожу, а где результаты? все дело в том, как движется твои мысли, твое сердце, твой внутренний человек, в какую сторону? Следи за этим, более всего хранимого, храни сердце, храни сердце, наблюдай, Бог наблюдает за движением мысли, написано, Бог за твоими мыслями наблюдает, вся вселенная за твоими мыслями наблюдает, ты один не наблюдаешь, ты один, и ты говоришь, Боже, помоги, Боже, хочу, чтобы там изменилось, вот тут изменилось, Бог говорит, да когда же ты внутри начнешь меняться, вот когда вот будет движение воды, и я туда сойду, я исцелюсь, Господи, встань, начни сам двигаться, нет, сначала пускай вода движется, вот сначала жизнь пускай изменится, тогда и я счастливый буду, начинай радоваться сейчас, нет причины, нет причины, потому что ты не наблюдаешь за водой, за ситуацией, начинай наблюдать за Господом, и ты вдруг увидишь, радости слишком много, как у Гребенчакова из песни, слишком много любви, на какой земле живет он, что-то я не замечаю, потому что ты не на то смотришь, когда вдруг ты начинаешь вот именно двигаться сам, наблюдать за своими мыслями, ты вдруг переживаешь, вау, есть все необходимое для радости, для любви, для жизни, и из твоего чрева начинают тек реки, воды живой, воды живой, и люди вокруг чувствуют в движение этих рек, не воды ситуации, а рек, которые идут из духа твоего, и ты словно им говоришь своей жизнью, своим движением, самим своим существованием, говоришь о Боге, о свете, о Его любви, это намного больше, чем уста, поэтому мне очень нравятся эти знаменитые слова Франциска Осисского, проповедуй Евангелие постоянно, если необходимо, пользуйся словами, потому что прежде всего мы не словами проповедуем, своим движением, люди смотрят на нас, мир смотрит на нас, если они видят в нас свет, движение, частицы, направленных Господом в Его направлении, в нужном направлении, к небесам, к горнему, то мы будем светом Екатеринбургу, светом Уралу, светом этому миру, а если они видят, что мы такие же люди, которые там новости смотрят, мы новости смотрим, там все ахают-охают, мы тут ахаем-охаем, ну и еще плюс просим, чтобы нам поменьше ахать и охать, но все равно охаем и ахаем, как и все, тогда у них вопрос, а в чем смысл быть верующим, поэтому заметьте, сегодня в нашей стране образ верующего человека очень сильно изменился, сегодня люди к христианам не относятся так, как 20 или 30 лет назад, правда же? Они часто увидели, что мы порой ведем себя ничуть не лучше, как этот мир, говорим правильно, а живем как все, и это никого не убеждает, а если мы будем говорить прежде всего движениями своей жизни, вот такое слово, оно не останется незамеченным, потому что в этом слове будет сияние Божьей славы. И все доскажут Аминь. Давайте сейчас закроем глаза. Аминь. всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за этот Новый год, новое время, и в начале этого года, Божия, ты что-то меняешь в нас, говоришь к нам, преобразуешь нас для того, чтобы год также был новым, благословенным. И я молю, мой Бог, чтобы мы наблюдали за движениями внутри себя, за движениями нашего сердца, за движениями наших мыслей, чтобы мы задавали правильное направление этому движению, правильное направление нашим мыслям, правильное направление нашему сердцу во время молитвы, Господь, чтобы мы о горнем помышляли, не анализировали земное и ужасались, а прежде всего о горнем помышляли, были направлены к тому, что добродетель и похвала к тому, что чисто, достославно, любезно во имя Иисуса Христа направили мысль, чтобы мы прежде всего не жизнь вокруг нас, а тебя видели, не движение ситуации, а движение Божье. Об этом мы размышляли, к этому мы направляли все свои внутренние силы, чтобы, Боже, движение Твоего Святого Духа приводило в движение наше сердце, приводило в движение наш Дух, приводило в движение нашего внутреннего человека, чтобы, Боже, внутри себя мы двигались синхронно с Тобой, чтобы мы, Иисус, были Твоими настоящими учениками, которые следуют не за толпами людей, не за сплетнями, не за паникой, а следовали за Тобой, шли за Тобой, двигались за Тобой, Господи, внутри себя, в своем сердце. Аллалюрия. И наше внутреннее движение движение нашего сердца, нашего духа, наших мыслей, нашего внутреннего человека изменит и ситуации вокруг нас. Горы будут передвигаться, ситуации будут меняться, потому что из чрева нашего потекут реки воды живой, которые будут нести жизнь всему, что вокруг. Аллалюрия. Тому, что окружает нас. Аллалюрия, Благослови, Господь, благослови нас. Я молю, мой Бог, чтобы наше движение было правильным языком. Боже, то, что происходит внутри нас, это движение, оно всему вокруг говорило правильные вещи. Во имя Иисуса Христа благослови, Господь. Благослови, Иисус. Благослови, Иисус. Я молю, мой Бог, чтобы многое в этом году изменилось в нашей жизни, в жизни нашей церкви, через изменения внутри нас. Все начинается с Твоей, Божьей, работы внутри нас. Все начинается по имя Иисуса. Ура, вахай, деке. Аллелуйя. Аллелуйя. Слава Тебе, Иисус. Аллелуйя. 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 Аллелуйя.